здравствуйте тема сегодняшнего выпуска это покупка недвижимости казалось бы в современном мире с электронными реестрами недвижимости совершение сделки должно быть безопасно поскольку у нас реестр содержит безусловно достоверные сведения об объекте недвижимости и все что остается покупателю это просто заплатить за объект недвижимости но на практике это выглядит совсем иначе дело в том что у нас безусловно есть принцип добросовестность то есть стороны совершая сделки предполагают добросовестное поведение вместе с тем у нас покупатель может проверить но фактически только сведения о объекте недвижимости содержащиеся в реестре или документы предоставлены ему продавцом право продавца проверить достаточно сложно поскольку продавец сам может оказаться в ситуации когда помимо его воли кто-то обжалуют его сделку когда обжалуется сделка приоритет обычно отдается именно объекту недвижимости поскольку даже если вы получите решение суда необходимой денежной суммы на счетах у должника по решению суда может и не оказаться таким образом когда появляется лицо чьи права нарушены он естественно пытается завладеть объекта недвижимости или вдоль и покупателю оказаться такой ситуации конечно не здорово почему могут возникнуть такие ситуации такие ситуации могут возникнуть например продавец получил объект недвижимости находясь в браке после расторжения брака прошло более трех лет все мы знаем что срок исковой давности исчисляется трехлетний и вроде как за я прошествием такого периода сделка какая-либо не может оспариваться но судебная практика говорит о том что этот срок трехлетний начинает исчисляться с момента когда лицо чье право нарушено данном случае допустим бывший супруг узнала о нарушении такого права а вот узнает это лицо о нарушении такого права когда бывший супруг продает такую недвижимость в составе которой есть общее имущество то есть супруг расторг брак эта недвижимость была оформлена него спустя три года продает объект недвижимости покупателю покупатель живет там счастливо делать ремонт и спустя два года и 11 месяцев бывший супруг этого продавца выходит суд и говорит что знаете вы продали мою имущество там 50 процентов моих и начинает оспаривать эту сделку причем оспаривать эту сделку начинают таким образом не требует денег со своего бывшего супруга а требует свою долю в объекте недвижимости и с большой долей вероятности такая сделка будет разрушена поскольку действительно его право нарушено аналогичная ситуация может быть в случае когда допустим квартира приобреталась продавцом по схеме жиска каждый платеж выплату стоимости квартиры является тратой общих совместных денег супругов то есть если хотя бы в период производства одного из платежей в счет выкупа уже риска эта квартира супруг имел супруга получается что он потратил общее имущество на приобретение объекта недвижимости и этот платеж может стать основанием для того чтобы требовать выделение доли в объект недвижимости который был продан уже покупатель соответственно какие способы защиты есть но во первых на этапе совершения сделки покупателям необходимо проверять все возможные документы да у нас есть ситуации когда допустим вот эти три года в которой бывший супруг может заявить о своем праве на долю в квартире было совершено несколько сделок таким образом покупатель увидит уже ну как бы далекие сделки то есть ну последнюю другое он увидит а по предыдущим сделкам он уже не будет иметь возможность ознакомиться с документами основаниями приобретения и и соответственно не будет иметь возможности установить сам факт того что там у кого-то три года назад из собственников была бывшая супруга который вправе претендовать он фактически лишен возможности соответственно встает вопрос ну фактически доказывание своего добросовестного поведения каким образом это можно сделать но это можно сделать собрав на этапе сделки как можно больше документов или допустим попросить адвоката или юриста провести экспертизу объект недвижимости данными экспертизами мы занимаемся уже более 20 лет и имеем достаточно хороший багаж и репутацию проверки объектов недвижимости если даже в заключении вот написано что вот какие-то конкретные риски невозможно проверить по причине отсутствия документов и по причине отсутствие возможности сбора таких документов ведь у нас нету такого органа в которого может был публично обратиться и в приемлемые сроки получить сведения о объекте недвижимости его там истории совершения сделок врачном состоянии собственников совершающих эти сделки и так далее то даже такое заключение с такими выводами будет свидетельствовать о том что покупатель совершил все возможные от него действия для того чтобы убедиться что такая сделка совершается без нарушения чьих-либо прав и чтобы доказывать добросовестность намерений покупателя поэтому не забывайте совершают сделки на на количество миллионов рублей потратить несколько тысяч рублей на обеспечение своей безопасности но еще один вариант может быть страхование рисков но за страхование рисков нужно платить каждый год несколько тысяч рублей вот поэтому в такой ситуации конечно когда у нас презумпция добросовестности покупателя угнетается и он еще находится в ситуации когда он лишен возможности собирать документы для того чтобы убедиться что сделка безопасно конечно нужно решать вопрос иначе в том числе и с помощью привлечения специалистов которые дадут письменное заключение чтобы подтвердить добросовестность намерения такая же ситуация может возникнуть когда допустим продавец находится предбанкротном состоянии то есть он уже имеет на количество кредиторов и фактически сливает свое имущество превращая его в денежные средства чтобы их удачника спрятать потому что прятать объект недвижимости зарегистрированы в реестре на общем проблематично так вот этот кредитор может оспаривать эти сделки по отчуждению объектов недвижимости наличие долгов у продавца можно проверить по сайтам судов допустим по его прописки регистрации или по базе исполнительных производств которые в отношении его есть соответственно риск может прилететь и со стороны кредиторов вполне такие сделки оспариваются и конечно объекты недвижимости в рамках процедуры банкротства является но существенным активом за счет которого кредиторы могут захотеть погасить свою задолженность а вот покупатель в такой ситуации окажется лицом который точно так же как и все остальные кредиторы подключаются к процедуре банкротства с требованием к банкроту и по результатам процедуры банкротства но я не встречал таких процедур когда бы все получили ровно то что им были должны то есть в любом случае это будет потеря денег потери времени и возвращение своих активов в лучшем случае в значительно меньшем размере поэтому совершая сделки смотрите куда вляпывать на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо